Каждый ребенок, родившийся в начале нулевых, видел эту заставку. Раньше, когда русское телевидение не было засыпано одной лишь политикой, кринжовыми шоу, а на телеканале ТНТ по утрам крутили блок мультфильмов от Nickelodeon, там показывали разные мульты, от крутых бобров до жизни и приключений робота-подростка. Мне еще малютки очень нравились данные мульты и всегда старался не пропускать их, а когда все-таки не получалось смотреть, было очень грустно. Но один из мультов запал мне в душу и это Да-да, именно это желтая головка сыра. И я полюбил этот сериал с первой серии. Интересные персонажи, их характеры, дизайны и вообще то, что действие происходит под водой. А тогда я занимался плаванием и морская тема для меня была очень близка. Всегда любил воду, да и до сих пор она меня привлекает. Тем не менее, мне настолько понравился данный сериал, что я захотел поиграть в игры по нему. Я знал, что они есть, однако из-за того, что я в детстве был слабым ПКшником, кроме квестовых игр мне ничего не светило. Эмуляторы сказали бай-бай, что уж тут говорить про консоли, которых у меня не было, кроме Сеги и Дэнди. А я не очень любитель квестового жанра, мне подавать что-нибудь экшоновое с приключениями. А такие игры-погубки в основном были только на консолях. И я расстроился, что не поиграю в них. Но через много лет уже с нормальным железом я пробовал оригинал сегодняшней игры. Битву за бикини ботом. На ему ли гей-клуб? Я был впечатлен. Очень. Затем я взял, что выйдет ремейк этой игры или ремастер. Как-то я путаюсь в этих понятиях. Короче, я был в ожидании. Вышла игра. Я ее сначала купил на плойку и прошел на платину. Но вот совсем недавно вместе с Cosmic Shake, о котором мы поговорим в следующий раз, я прикупил ремейк на ПК. И спросите, как я это сделал? Руками? Что вы думали, здесь будет рекламная интеграция? А нет, наивные. Так вот, я прошел игру. Теперь я на ПК. Тоже на фу достижение. Пора высказаться. Поехали. Дисклеймер. Это видео не является обзором. Автор просто высказывает свое мнение. И если оно не совпадает с вашим, то это нормально. Чмоки-чмоки. Прежде чем приступить к просмотру ролика, я хочу устроить вам небольшой квестик. В чем же его соль? Вам необходимо на протяжении всего видео искать вот такие буквы и цифры. Они являются частью кода от стимовской версии данной игры. Кто первый заметит все буквы и цифры и запишет их в код активации стима, тот получит игру. Так что будьте внимательны и удачи. Кстати, эта цифра является первой. И не забудьте указать в комментариях, что именно вы тот самый счастливчик, который успел забрать игру. Еще раз удачи. Графика. Конечно, если сравнивать оригинал с ремейком, то естественно графоний у второго будет приятнее, хоть и довольно-таки яркий, но в целом передает стилистику мульта, только в 3д. Да, можно убавить гамму в настройках, но тогда это будет уже не то. К тому же я был обескуражен, что в игре настройки графики... как бы нет. Можно настроить разрешение, гамму в вертикалку. Нет более точных настроек, что крайне плохо и не предусмотрительно. А вдруг я играю на слабом ПК, и я хочу поиграть, а настроить-то не дают. А игра такая, иди к бабушке, сынок, покушай печенье, может она тебя еще в лобик поцелует. Отличная работа, ребят, крутые настройки, прям супер. Конечно нет смысла сравнивать оригинал с ремейком в плане графики, так как игры своего времени. Вообще я удивлен, как Unreal Engine в умелых руках делает красивую и сочную картинку. Просто замечательно. У игры есть косяки, опять же с той же настройкой графона, и также с текстурами, которые бывают прогружаются прямо на глазах, но это происходит крайне редко. Сами же текстуры выглядят хорошо, зачастую всегда четко не мыльно. Проработка некоторых деталей просто поражает. Те же глаза Боба, какая детальная текстура, да и штаны тоже затекстурированы, хотя можно было просто залить цветом, и все. И таких моментов много. В целом, графон добротный, чисто мультяшный, такой, какой и должен быть. Атмосфера. Оригинал игры вышел в то время, когда у Губки были всего три сезона, которые считаются среди фанатов лучшими. С чем я согласен, однако считаю, что четвертый и пятый были неплохие. Но сейчас не об этом. Так вот, эта игра полностью передает вайп этих сезонов, отсылками на различные серии, которые грамотно вставлены в диалоге. Не то, что у фронтирсов. Например, когда Боб делает серьезный голос, то это может быть отсылкой на серию, где квадратный стал дежурного пошколя. Таких моментов много. И когда ты это все слышишь и замечаешь, то очень приятно на душе становится. А еще с учетом точного попадания в плане гейм и арт-дизайна, внешнего вида персонажей и музыки сериала, ты как будто реально попал в мультик. И это просто кайф. Геймплей. Игра представляет из себя экшен-платформер с щепоткой метроидвании, где нам нужно проходить локации, исследуя их, и попутно собирать различные предметы для прохождения. Обожаю подобные игры, люблю исследовать локации, искать в них различные секретики, которые ты понимаешь для чего собираешь, а не просто так. Предметами в игре являются носки Патрика, которые он потерял, и он просит нас их найти. Вот блин, рыбная паста, пусть сам их ищет. В игре 100 таких носков. Нахрена ему столько? За каждые 10 найденных носочков Патрик дает нам одну золотую сапатку. Эти лопатки являются по сути главным ключом для прохождения игры. Их можно собрать на уровнях, как просто за его прохождение, в хабе, так и за выполнение сайд-квестов от различных персонажей. Для прохождения игры необходимо собрать 75 лопаток, а за полное 100. Ну это для того, чтобы выбить достижения. С носками так же. Кстати, забавный факт о достижениях. Хотите собрать все достижения, но лень искать все лопатки. Для вас есть супер предложение. Собираете на первом сохранении 50 лопаток, на втором столько же и получаете достижения. С носками все то же самое. Также есть блестяшки, они являются местной валютой. С их помощью можно открывать различные пути и секреты. Они убиваются из роботов, тики, это вот эти ящики. Еще просто они валяются на уровнях. Выйдя впервые из своего дома, вы встретите в хабе мистера Крабса. Он вам скажет... Шпанчбоб, мобой, ты опоздал на 2 секунды, мобой. Иди на кухню, заработай мне денег. То есть он предложит нам покупать у нее золотые лопатки за определенное количество блестяшек. А тут, конечно, проблема. Ведь с каждой новой покупкой цена увеличивается, и игра превращается в тошную гринделку. Благо, нужно купить всего 10 лопаток. Вот, блин, Крабс-слизняк. Даже в такое время находит способ заработать. Добрый вечер, я мистер Крабс. Я люблю деньги. В игре нам дадут управление за трех персонажей. Каждый имеет стандартные навыки. Бега, прыжков, пару обычных атак, а также и особые навыки. Патрик умеет поднимать тяжелые предметы, как арбузы и тики, чтобы броском активировать кнопки и запускаться на катапульте. Так и замороженные фрукты. По-моему, это просто лед, который почему-то растет. Ну ладно. Он замораживает слизь на определенное время, что дает пройти некоторые секции. Да, в губке это не вода, а слизь. Что крайне логично. Как может быть вода под водой? А вот жидкость с большей плотностью, это весьма правдоподобно. Такое реально есть под водой. Сэнди. Она у нас типа спайдермена. С помощью своего лассо она может уничтожать роботов, парить и цепляться за определенные крючки в воздухе, с символикой Техаса. Тем самым раскачивая на них, как на паутине. Чувствуете, прям повеяло вторым пауком на ПК. А пахнет. Только там это сделано крайне топорно, а тут очень даже круто. Можно куда угодно раскачиваться. И наша главная губка во всем бикини-ботом, губка Боб. Ему предоставили больше арсенал приемов, чем у всех. Но это все-таки ГГ. Так вот, спонжбук может делать удар вверх, словно ракета. Такой же удар вниз. Также просто бить колечком для надувания пузырьков. Из-за чего появляется забавный эффект. По ходу прохождения, Бабл Бадди, старый друг Боба, научит нас двумя приемами. Делать шар для боулинга, что позволяет попадать в все места, где губка не может. Так и залп надо мной ракеты, чисто для того, чтобы пробивать защиту в виде пузыря и сносить врагов, до которых не так просто достать. Ну и конечно, попадать в кнопки. Вообще вся игра завязана на кнопках. Их очень много. Однако управлять этой ракетой можно не вечно, только определенное время. К тому же, порой она неудобно управляется. Наверное, это из-за того, что у меня управление было не инвертировано. Тут уж мой косяк, но со временем привыкаешь. Просто про это инвертированное управление я вспомню уже под конец игры. Еще в определенных секциях губчатый приятель может становиться шаром, что позволяет быстрее проходить определенные расстояния на время. В целом, управление за все персонажи адекватное. И точное. Очень было приятно играть. Не было никаких трудностей. Локации. Локации в игре 10, включая Хаббворлд. Это все знаковые места из сериала. От медузи полей до кладбища кораблей. Которые выглядят просто великолепно, очень проработанно. У каждого своя атмосфера. И чтобы попасть на определенный уровень, нужно собирать те самые золотые сапатки. Да я, по-моему, так и сказал. И отправиться к ним нужно на такси. Что забавно, так это то, что такси появляются везде, даже там, где физически невозможно. Особенно в горной локации. Там, блин, рядом паркинг. Почему бы не продлить чуть-чуть дальше локацию, чтобы такси выезжало не из горы, а нормально. Ладно, надо выключить душнил. Сама структура каждой зоны проста, как нематоды. Вначале вы встречаете какого-нибудь персонажа. Это может быть мистер Крабс или миссис Паф и так далее. Которые дают нам основные задания. И указывают на местоположение первой лопатки. Далее нам открывается целое открытое пространство для исследования. Хотя вы можете пойти чисто за лопаткой, но тогда вы пропустите секретики. Да и все равно вам необходимо собирать как можно больше лопаток. Так что просто пробежать не получится. Поэтому советую вам исследовать. На пути также могут встречаться другие персонажи, которые будут давать побочные задания. За выполнение которых вы также получите лопаточку. Интересно откуда у них все эти лопатки. Хммм. Отдали бы сразу и все, но нет. Все хотят получить выгоду. Чисто современное общество. Сами локации небольшие, запутаться в них сложно. И пропустить конкретные предметы тоже. Хотя есть некоторые места, о которых вообще не задумываешься. Из уровней мне очень понравились поля медуз. Своей растительностью и вообще ярким видом. Только жалко, что медузы жалятся и их надо убивать. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему губка в об. Хотя убивать их и не обязательно. Противовес полям очень зашлабезно. Такое мрачное место с неоновыми вывесками и деталями. Жутко и стильно. Вообще все зоны интересны и уникальны своим видом и заданиями. Не могу даже назвать самую нелюбимую. Все они чем-то манят. В игре есть интересные секции, которые мне понравились. Это локации с катанием, которые есть практически на каждом уровне. Так вообще один из них чисто посвящен этим покатушкам. И каждый персонаж катается по-своему. Сэнди на ракушке, Патрик на эс. А губка на своем языке. Конечно, это крайне непрактично и нестерильно. Но он же может свой язык оторвать и вырастить новый. Он же губка. Управление в этих секциях интуитивное и крайне приятное. Люблю подобные механики в платформерах. Враги и боссы. Враги в данной игре выступают роботы Планктона. И их разновидность внушительна. Есть обычные болванчики. Чуваки, стреляющие тартарским соусом. Патрику такие роботы по душе. Летающая тарелка, которая бьет по области вокруг себя. Пускатели ракет. Также есть роботы, которых надо убивать по стелсу. Чтобы они тебя не заметили. А если увидят, то это смерть. Что-что? Метал Гир в Спанч Бобби? Да-да, тут есть стелс, хоть и примитивный. Но есть. Я перечислил не всех врагов, чтобы сохранить интригу. Всё-таки это не обзор. Короче, их много и практически каждому нужен уникальный подход. Некоторых подбивать ракетой. А кого-то бить атакой вниз или вверх. И это здорово, когда тебе не нужно их тупо бить. А используя специальные приёмы для победы над ними. Каждая локация представляет нового врага забавной косценной. Но всё-таки, как по мне, они всего лишь болванчики. Да, с неплохим дизайном, в духе Планктона. Но уничтожаются быстро. Один-два удара. Особенно, если играешь за Сэнди. Своим лосом она уничтожает роботов мгновенно. Боссы интересные, многообразные. Однако мувсеты постоянно повторяются. И они очень простые. Возвал проблемы, так это Патрик. Этап за Сэнди. Где нужно по коробкам к нему подойти и ударить. Порой у меня не всегда получалось это сделать, и я падал в зелёную жижу. Очень разочаровал летучий голландец. Моё разочарование безмерно. И мой день испорчен. Думал, будет крутой босс, а тут пару атак, которые повторяются три раза. И всё. Прям уж очень простой босс. В финале же босс робот Спанчбоб заманчивый и прикольный. К тому же двухфазовый. Да и понравилось, что нужно использовать все способности для сладкой победы. И то, что постоянно мешает робопланктон. Поэтому нужно сначала загасить его, а уже потом идти дальше. Вообще, боссы ни о чём. Да, интересные подходы есть, классные дизайны. Но очень простенькие, правда. Как в духе Марио. Три удара и всё. Ну кроме финального, там с ним подольше надо повозиться. Музыка. Мне всегда импонировала музыка из сериала. Композитор Николас Карп родила потрясающую работу. Что уж тут говорить, его творение уходит дальше телесериала. И используется во многих медиа. В основном в мемах, конечно. Хоть в этой игре она отсутствует, по крайней мере я не заметил. Кроме заглавной темы. Однако, новые композиции, которые были написаны для игры, попадают в стиле музыки из сериала. И это здорово. И каждый оск дополняет атмосферу локации. Где-то весёленькое, как в джунглях. А где-то стрёмное, как в бездне. Очень понравилась музыка, когда спускаешься с горы. Драйвовая. А саунд боссов просто отвал. Эпичный. Ну, эпичный по меркам Боба, разумеется. Сюжет. Как вы думаете, почему я оставил разговор о истории в конец? Да, потому что она очень простая, прям как сам сериал. Планктон вновь захотел достать формулу крассбогеров. Кто бы мог подумать, никогда такого не было и вот опять. И для этого он построил машину, которая создаёт роботов под названием Дупликата Трон 3000. Отличное название. Однако забывает поставить рычаг на то, чтобы роботы слушались его. И они устраивают бунт. И суету в бикини ботом. Короче, Планктон как всегда обосрался со своим планом. Классика. В это же время наши закадычные друзья играют в роботов. После игры они захотели срадиться с реальными роботами. И с помощью волшебной ракушки загадывают желание, чтобы роботы были реальны. На следующее утро губка узнаёт о нападении роботов. И думает, что он с... Блин, как его зовут-то? ПАДЫГУМ! А, точно. Короче, Бобус думает, что это они виноваты. И квадратные решают остановить их. Всеми силами. По итогу все карты раскрываются. И Боб узнаёт, что во всём виноват Планктон. Хоть изначально верил, что он тут не при чём. Ох уж эта губка. Квадратные штаны побеждают роботов Планктона и самого беспозвоночного. Конец. Конечно, я не пересказал всё, что происходит в игре. Но этого и не нужно. Если хотите узнать, что там было более подробно, то вперёд из песней, покупаем игру и проходим. А мне понравилась подобная история, простенькая и со вкусом. С множеством отсылок на оригинальный сериал. И это прекрасно. Данная история позволяет нам пережить события с любимыми героями нашего детства. Плечом к плечу. Разве это не замечательно? По-моему, это здорово. Заключение. Как вы понимаете, мне игра очень понравилась. Но кто бы мог сомневаться. Но есть много шероховатостей, которые хорошо бы исправить. Однако они не настолько критичны, что невозможно играть в неё. Хотя изначально были предпосылки к багу. Хорошо, что это оказалась только моя тупость, а не доработка игры. Короче, в логове морского супермена и очкарика... Нужно открыть две кнопки. Одну я открыл. Пошёл открывать вторую. Вроде прошёл все испытания. Иду довольный. А кнопка как была закрыта, так и осталась. Я уж думал, баг. Ходил туда-сюда. Вдруг я не выполнил задание. Но нет, всё было выполнено. А оказалось, что надо было просто подойти к компьютеру и поговорить с ним. Кто бы знал. И он открывает кнопку, которая ведёт... Мммм... Сами узнаете. Хе-хе. Вывод. Игра хорошая, а я даун. Я очень люблю этого жёлтого приятеля. И я был очень рад, что наконец-то смог ознакомиться с играми про него. Которые ранее мне были недоступны. Однако ещё столько всего нужно опробовать. Питва за бикини-ботом... Это только начало. Впереди ждёт ещё много игр про малыша без изъянов. И который побеждает всегда и везде. Спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»